В городской черте в окружении зелени расположился пансионат для престарелых и инвалидов. Строители проделали большую работу, осталось несколько штрихов, после чего социально значимый объект будет готов принять первых постояльцев. По словам специалистов, готовность высокая. Все работы идут согласно графику и даже с небольшим опережением. По внутренней отделке уже вышли мы на завершающий этап. То есть готовность у нас где-то процентов 85. По внутренним инженерным сетям готовность 90%. Приступаем к постсклонадочным работам. По наружным инженерным сетям также готовность 90%. И ведется сейчас благоустройство территории. По ложному сроку объект зададим. Пансионат для престарелых и инвалидов строят в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Общая стоимость около 260 миллионов рублей. Объект состоит из нескольких корпусов, спальни, административный и пищеблок. Комнаты для проживания рассчитаны на одного-двух человек. Всего предусмотрено 10 однокомнатных и 45 двухкомнатных палац с телевизорами. У нас в этом году планируется сдача пансионата в городе Кавокин на 100 мест. То есть где-то осенью, я думаю, что мы сдадим его. Постояльцы будут получать всю необходимую медицинскую помощь. В комнатах будет уютно, комфортно и безопасно. Уже готовы теплотрассы, насосная станция пожаротушения и котельная. Скучать не придется. Здесь предусмотрят все для занятий спортом и творчеством. На выбор спортивные залы в помещении и тренажеры на свежем воздухе. Будут здесь также летняя сцена и огород. Очень территория большая, а зелено различные саренцы будут посажены здесь на данном объекте. Ну и в плане инженерных коммуникаций объект достаточно интересный, так как много новых систем здесь запроектировано. В качестве подрядчика выступила местная компания с многолетним опытом работы «Универсам». Ежедневно на стройке трудятся около 40 человек. В основном отделочники и инженерно-технические работники. Есть большая вероятность, что пансионат будет сдан в эксплуатацию досрочно в конце августа 2022 года. Однако это не единственный объект, который находится в центре внимания руководства района. Здесь намерены серьезно взяться и за спортивную инфраструктуру. В планах, конечно же, хотелось бы, чтобы сделать нам Ледовый дворец. Это тот объект, который уже не склец строится, никак не законченный объект. Востребованность большая. У нас две хоккейные команды здесь есть. Тренироваться мы едем либо в Наровчат, либо в Инсар. Не близко. Каждый день туда не наедешься. Это своего рода затраты. Ну и родители с детьми, они, по большому счету, зимой только у нас на открытых площадках катаются и тренируются. Большое внимание в Ковылкинском районе уделяется и строительству жилья. В 2021-м Новоселов принимал новые многоквартирные дома, и в этом году в райцентре возведут еще один. Сейчас строители приступили к закладке фундамента, а через несколько месяцев стройплощадка превратится в надежный просторный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Ольга Данилова, Максим Бикеев, Народные новости, Ковылкинский район.